Здравствуйте! Это программа интервью. С вами Зоя Попцова. Лыжно-биатлонный комплекс «Перекоп» впервые принимал соревнования по биатлону. Там проходил этап Кубка России и Чемпионат России. По словам министра спорта и молодежной политики Кировской области Анны Альминовой, в регионе с начала 90-х годов не было подобных соревнований в этом виде спорта. Как такое стало возможным, узнаем сегодня у Анны Александровны. Анна, здравствуйте! Почему выбрали наш регион местом проведения таких масштабных соревнований? И вот для этого этапа были ли другие варианты рассмотрения места? Добрый день! Я, наверное, отвечая на ваш вопрос, начну с истории лыжно-биатлонного комплекса «Перекоп», которая началась в 1969 году, когда этот комплекс был основан. И вот с 1972 года на территории этого комплекса проводились самые крупные всероссийские соревнования. С 2011 года началась реконструкция лыжно-биатлонного комплекса, продолжилась она 4 года. С 2016 года мы стали биться за право проведения на территории нашего региона, а именно на территории комплекса всероссийских соревнований. Как результат Киров был выбран местом проведения таких крупных соревнований. На этих соревнованиях много мастеров спорта в России, много мастеров спорта международного класса. Им есть с чем сравнить уже трассы, их отзывы. Есть некоторые замечания сегодня к номерам, где проживают спортсмены, но в целом к организации, к трассам. Надо сказать, что трассы, спортсмены самого разного уровня и самого высокого уровня дают обратную связь о качестве и подготовке наших трасс. Они одновременно и сложные, и очень интересные. Поэтому в любом случае, сегодня здесь сильнейшие, и это здорово. Участвуют ли наши кировские спортсмены в этих соревнованиях? И что-то в копилке, может быть, у них уже есть какие-то награды? Надо сказать, что биатлон сегодня в Кировской области находится, скажем так, в стадии своего возрождения. Как я уже сказала, очень долгие годы у нас был пробел, такой значительный пробел в этом виде спорта. Сегодня, к сожалению, в чемпионате России наши спортсмены не представлены. Но я уверена, что уже в ближайшие годы наш тренерский штаб нашей федерации биатлона подготовит членов сборных команд не только области России, которые будут как раз бороться за очки на этапах Кубков России и на этапах чемпионата России. На одном интернет-портале появилась информация, что на таких масштабных соревнованиях трибуны вообще пустые. Так ли это вообще? Как вы можете это прокомментировать? Ну, и опять-таки, наверное, я вернусь к тому, с чего начала. Мы сегодня делаем только первые шаги в развитии этого вида спорта. Естественно, за то время, за те годы, десятилетия, которые не было развития биатлона, естественно, и интерес зрителей и жителей региона также к этому виду спорта, он пропал. Хотя, надо сказать, значительно этот интерес поддерживался за счет трансляции с наших спортивных каналов. Поэтому сейчас, да, может быть, не так много зрителей на трибунах, но мы сделали все от себя зависящее. Я уверена, что это всего лишь первое соревнование, и то, что сейчас трибуны, они не пустые. Зрители на трибунах есть. Спасибо. Это была программа «Интервью». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова